Эй, это FTL, и я не был в нём уже много лет, поэтому буду учиться заново. Данные разведки, которые вы несёте, жизненно необходимы для оставшегося флота Федерации. Вам потребуются припасы для полётов, поэтому удостоверьтесь, что исследовали каждый сектор, прежде чем отправиться дальше. Добраться до выхода желательно раньше, чем это сделает флот повстанцев. Аааа, выход здесь, поэтому быстренько сюда. Вы замечаете небольшой корабль повстанцев поблизости, кажется он переоборудован для перевозки, а не для боя, и вроде бы не собирается нападать на вас и ваш корабль. Потребовать имущества и избежать встречи. Ааа, ну, они враги, несмотря на то, что я довольно мирный. Давайте устроим рейд. Вы готовьтесь захватить груз силой. И они... Ааа, они хотят сражаться. Так. Ты на рудях, ты на двигателях, на щитах у нас никого. Так, ты пойдёшь сюда. Ты... Стоп, Мэтт. Аааа, у вас никаких нету ещё. Включи. Спасибоньки. Всё, в двигатель. Ага, не хочет он сражаться. Он стреляет. Пью, пью. Аааа. Ещё в двигатель. А тебе по щитам лучше. Минус щиты или нет? Чёрт. Сюда давай. Ааа, орудия, орудия, орудия. Нет. Тебя сюда. Хотя нет. Нет, не важно. Достреляй уже ему. Ещё немного. Ещё в двигатель. Пока не улетели. Давай. Давай-давай-давай. Заряжай. Пожалуйста. Есть. Всё, ништяк. Мы засекли слабые признаки жизни из чудом уцелевшего корабельного мудаля. Мудаля. Модуля. Медленно вращающегося в открытом космосе. Они перевозили заключённых и единственный выживший предлагает присоединиться. О. Графин. Окей. С тебя мы пить не будем. Так. Ты у нас... Угу. Ты у нас, наверное, богомол будешь... Как раз на... На пилотирование. Ты сюда пойдёшь? Нигде ничего больше не зафигачили. Офигачили. Неа. Всё, ништяк. Что у нас тут есть? У нас здесь ни на что не хватит. Ещё. Ещё. Ага. Всё, спасибо. Магазин. Денег нету на магазин. Хотя... Можно посмотреть. Можно продать что-нибудь. Я надеюсь, что у меня есть что продать. Передача с ближайшей планеты указывает на форпост, который предлагает припасы для путешественников. Вы отправляйте группу, чтобы проверить это. Так. Что тут у нас? Можно подчиниться. Это не будет лишним. Маскировка. Слишком дорого. Сборы дронов. Скрытие оружия. Угу. Продать мне нечего. Огнебомба. Ни на что не хватает. Ну ладно, просто зашли посмотреть. Бедствие? Эммм. Здесь уже наплывают твари. Ладно, бедствие. Надеюсь, не для нас. Мы прибываем к сигналу бедствия и немедленно обнаруживаем пиратский корабль. Ловушка. Ещё бы. Так, нет, не ты. Ты стреляешь по щитам, а ты потом им по ракетам. По орудию. И всё будет просто прекрасно. Ага. Угу. Еее. Ещё по щитам. Хотя, нет. Для ракет у нас пока что... Всего шесть ракет осталось. И он заряжает привод. Хочешь улететь? Ооо. Ну ладно. Он взрывается и оставляет после себя всякие штуки. Прыгаем дальше. Датчики фиксирует автоматический разведчик повстанцев. Он атакует маленькую заправку. Нафига просто заправку атаковать? Они могут мне дать что-нибудь. И он не особо толстый. Всего три модуля? Даже щитов нету, да? Отлично. И он атакует нас. Хорошо. По всём орудиям. Чтоб он не смог нас даже задеть. Заряжайте. Давайте, ребята. Еее. Теперь ещё в двигатель. Всё, ракеты больше не надо тратить. Пиу-пиу. Классно, что никто не может чинить их. Вроде как. После уничтожения разведчика, Ванпост приветствует вас. Благодарим за помощь. Эти разведчики нас без конца изводили. Вот, возьмите. Топливо. Дрон? Стоп. Да, дрон. А у меня нечего. Нету модуля для него. Ладненько. В туманности мы не полезем. К чёрту их. Сканеры засекают большое астероидное поле неподалёку. Сканеры малой дальности могут обнаружить полезные материалы. Или врагов. Ааа, риск. Поехали. О, останки корабля. Две ракеты и 19... Рублей. Космо-рублей. Поехали ещё дальше. Вы узнаёте корабль известного работорговца. Он приветствует вас и предлагает вам приобрести дешёвых работников. Купить одного из рабов, освободить его и принять в команду. Уничтожить... Ну тогда и рабов тоже может... Ммм... Раскатает по всему космосу. Ааа... Просто игнорировать не стоит. Не думаю, что это нормальная идея. Ладно, хотя бы одного мы спасём. Привет, чувак, Стивен. Таракашка Стивен. Окей, у тебя... Тебя мы можем поставить на... На-на-на-на. Ммм... Хм... Ты пойдёшь на кислород. Уходим отсюда. Хватит с меня этого сектора. Долетели до маяка. На орбите этого маяка находится небольшая платформа. Она выглядит как своего рода заправочная станция и весело транслирует невысокие цены в широком спектре частот и языков. Состыковаться? Давай. Она повреждена. Можно украсть столько топлива, сколько осталось. Ааа... Ну то есть... Я за хороших. Но никто не видит. Если никто не видит, это не так уж и воровство. Буп. По крайней мере, мне оно нужно. Да, и оно не попадёт в руки врагов. Еее... Нормально. Ааа... Следующий сектор. Неизведанная туманность. Это всё граждан... Мы полезем через низ. Тут много гражданских... Секторов. Хоть не враждебных. Что за угроза? Эта туманность когда-то была важным центром жизнедеятельности. Расположение всех этих маяков – нелёгкая задача для прыжков. Тем не менее, сейчас здесь перемещаться затруднительно. Нелёгкая задача для прыжков. А какая угроза? Эм... Ладно, не важно. Твою налево... Я... Не полезу туда. Ладно, нет. Стоп. Вот какая штука. Мы пойдём сюда... Сюда... И сюда. Потом сюда. То есть мы и захватим вот этот спектр проблем... И в тот не полезем. Приключения приключениями, но всё же это как-то... Ну вот вам. Вы замечаете в туманности перед собой корабль повстанцев и держитесь вне их радаров. Блин. У них есть дроны, у них есть орудия, у них дофига всего. Он довольно жирный, зато щит всего один. Угу. 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 С другой стороны? Это сборщик. У него наверняка там много всякой шняги полезной. Поехали на него. Так. Ты у нас по орудиям. Нет. Стоп. Ты у нас по щитам. Ты по орудиям. Всё. Вперёд. Блин. Ракета заряжается быстрее, чем лазер. А ракета у нас 9 ракет. Отлично. Просто прекрасно. У них нет щитов, у них не будет теперь ещё дронов. Я надеюсь, по двигателям тоже лучше выстрелить, чтобы они не улетели. Ракета мимо. Шикарно. Вот теперь точно нужно всё в двигателе. И они могут стрелять. Попади. Ееее. Скажи мне, что что-нибудь полезное. 25 рублей. Две ракеты? Ну, в общем, я в ноль уж. Нет, не в ноль даже. Неважно. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Возможно. А возможно и нет. Я не могу. Чёрт. Ну, ладно. Пойдём немного чёрт. Через обход. И снова такое же. Это уже истребитель. От истребителя нам лучше... Уйти. Мы незамедлительно скользнули дальше в облака, но недостаточно быстро. Твою налево. Окей. По щитам и по орудиям. Вот просыпаюсь я каждое утро и думаю. По щитам и по орудиям. Так, ты сюда? О, черт. Ну, ладно. Хотя бы не сбежут. Не сбежут? Черт. Не сбегут. Да. Хотя нет. Нет, нифига. Космический язык такой. Ага. Сегодня не наш день. Я каждый день так говорю. Сегодня не мой день. Проявите честь. Оставьте нас живых. Ага. Они дадут 6 топлива. 10 рублей. Возможно, они блефуют. У них есть что-то покруче. Давай проверим это. Черт. Ну ладно, больше денег, но меньше топлива. Ну, правильно, потому что оно сгорело где-нибудь... Не в атмосфере, конечно, но... В глубоком темном космосе. Передача, форпост и так далее. Это чё за у... Желейка. Залтанец? Залтанцы, союзники инжи. Их врождённая энергия может питать... О-о-о. Полезно. Обеспечивает энергией занимаемый отсек. И на... О-о-о. Блин, ну... 15 урона в момент смерти, это... Конечно, так себе. А ты у нас... С помощью телепатии видит комнаты и живых существ без помощи СНС. О-о-о, вот это уже круче. Ммм... Привет, улитка. Ты у нас будешь в медотеке... Нет, стоп. Вот сюда. Закрой двери. Всегда нужно за собой закрывать дверь. Какого чёрта ты открыл их? Полетели дальше. На выход. Да-да, маяк. Пояс астероидов. Один раз нам повезло. Учитывая... Закон и казино. Хоть это и не казино. После победы придёт поражение. Слишком опасно. Всё, полетели дальше. Мирно. 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 Здесь, на территории золтанцев... Или золтанцев... Вы далеко от домашнего пространства федерации. И не ясно, будут ли власти к вам благосклонны. Однако, вы должны двигаться дальше. Да, примерно то же самое я говорю каждое утро. Наряду с «Это не мой день». Сразу следующая фраза. Двигаться вперёд надо. Корабль людей приветствует. Друзья мои, прошу вас. Нет ничего, что я не имел бы, как нет ничего, что за я захотел. Но нет... Что? Но не смог бы достать. О, чёрт. А! Мне показалось, ты меня будешь... Обворовывать. Ладно. Чувствуйте себя, как дома, и взгляните на товары. Точно, я ж в магазин прилетел. Хотя, современные магазины немного похожи на воров, да. Экипаж. Экипаж мне уже не совсем нужен. Можно... Ааа... Это дорого. Продавать нечего. Можно починиться. Чуть-чуть. Ракеты. И ракеты. Всё нормально. Сколько я ракет взял? Ааа... Так, стоп. Я хотел вот это сделать. Ааа... Щиты. Двигатель. Эээ... Вот так. Теперь я могу... Уклонение... 1,25. Ну, нормально. Это что за пятна? Так, 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 так. Ммм... Через туманность? Нет, не полезем. Сейчас сюда и по прямой сразу на выход. Корабль золотанцев связывается с вами. Природа дня циклична. Лихорадка истощает. Причина в том... Они впали в какое-то опасное космическое помешательство. Прежде чем вы обдумали, как же помочь бедолагам, они открыли по вам огонь. Окей. Ну, я знаю, как вам помочь всё же. Давай, пожалуйста, стерильную ракету тебе прямо в отсек со щитами. Ох, вот это щиты. Мда. Здесь мы посидим, я так думаю. Ну, ништяк. Иди. Только не умри. А, я повторюсь. Посчитай мы по орудиям, пока меня не завалили здесь. Ага, у них есть какой-то один чувак там. И он щиты чинит. Давай мы по тебе ударим. О, чёрт, вали оттуда. Так, а ты... Ты сюда. Ты сюда. Всё, чинимся. Хорошо. Что мы тут имеем дальше? Нужно прыгать. Да, сейчас просто уже по прямой. Стоит идти. Безоружное транспортное судно золотанцев медленно продвигается вперёд к маяку. Они вещают. Это мирное дипломатическое судно золотанцев. У нас нет оружия и щитов, и мы все цело полагаемся на благосклонность услышавших нас, распространяя наши послания. Атаковать, выслушать, покинуть место. У меня есть ощущение, что они могут быть саентологами. Пойдём-ка отсюда. Галактика погрязло. Галактика погрязла в войне, нет времени на разговоры о мире. Вы оставляете их возгласы без ответа и заряжаете двигатель для прыжка. Может, они безумцы? Погоди. У меня до сих пор ничего нету, поэтому в магазин нет смысла идти. Лететь. Корабль повстанцев охраняет этот маяк. Вы приказываете лечь на их курс и готовитесь оставить пару царапин на обшивке очередного повстанца. Он, блин, он жирный, у него два щита. Я бы лучше... Я бы лучше свалил. Но делать нечего. Так. Чёртов дрон. По дрону? А ты по щитам. Тут три члена экипажа. Ты мне щит просто вынес? Да, нужно дронов валить. Вот это круто. По дрону, по орудиям тоже надо. Так, ты чини это. А ты чини... Ой, сейчас прилетит по кому-нибудь из вас двоих. Кислород? Твою налево. Так, щиты. Хотя бы я отключил у них орудия. У меня тоже орудия. Чёртовы отключены. Двигатель. Двигатель, двигатель, двигатель. Уклонение мне нужно. Уклонение сейчас всё перекидываем. Не умрите там без... Ладно, стреляем по щитам. Чини быстрей, пацан. Или не пацан, я не знаю, кто ты. Легорди? Легорди? Я не знаю. Какого ч... Ой, сейчас плохо будет. Ах, хорошо. Не очень. И теперь ещё и дерьмо с кислородом. Твоё ж налево. Убегай. Лечись. Гага. Мы теряем всё. У нас нет ни кислорода, ни щитов. Ну, то есть, нет, щиты есть. Или нету? Есть. Короче... Ха, так. Нужно быстро подумать. Орудие. Так, ты беги сюда. Ты здесь, ты здесь. Тебе ещё надо на... Ох, там пожарище. По орудиям, пожалуйста. Вот что бывает, когда ты просто кидаешься в атаку, дебил. По орудиям ещё. Всё, минус я. Ага. Ладно. И последний взрыв стал для вас роковым, разнеся корабль на части. Я почти доделал до 5-5-5. Ладно. Хм. Хм-хм-хм. Это было неплохо. Окей, в следующий раз повезёт. Наверное. Походу, всё же космос ошибок не прощает. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok